Игорь Юрьевич Короченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона». Пожалуйста, Игорь Юрьевич, Ваша оценка ситуации в Армении, вот как Вы считаете реален ли сценарий прихода к власти этих самых реваншистов? Ведь серьезной поддержки все-таки со стороны населения мы не видим. Почему, собственно, этой поддержки нет? Да, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. И, безусловно, я с большим интересом прослушал выступление уважаемого Леонида Калашникова. Прекрасно понимаю, что он выступает и как дипломат, и как официальное лицо, которое руководит у нас фактически всем процессом взаимодействия на постсоветском пространстве от лица Государственной Думы со своими коллегами. И, безусловно, Леонид Иванович в этом качестве выступил блестяще, но мы прекрасно понимаем, что определенные вещи, ну, по определению, наверное, все-таки он выступает как депутат, дипломат. Я, как эксперт, позволю себе выступить с более, скажем так, может быть, не то что резкими, но более такими жесткими оценками, учитывая, что в данном случае я выступаю исключительно формируя личное зрение. Но, безусловно, в оценке этой личной точки зрения, экспертной позиции стоят, так же, как у Леонида Ивановича, национальные интересы Российской Федерации. И мы смотрим за процессом, происходящим сегодня в регионе Южного Кавказа, с позицией российских национальных интересов. Собственно, что происходит сегодня в Армении? Глубочайший шок от военного разгрома. 30 лет армянской государственности оказались тотально неуспешными. С одной стороны, население Армении как бы видело, что политические силы, которые пришли к власти, то, что называется карабахским кланом, занимались тем, что разворовывали и грабили свою собственную страну. И занимались личным обогащением, используя властные полномочия. Именно поэтому, как справедливо отметил Леонид Иванович, обрушилась как лавина, снесла лавина народного недовольства в Армении прежние политические элиты, республиканскую партию Армении и ее функционеров. Казалось бы, триумфально победив, тем не менее вышла оппозиция под антикоррупционными лозунгами. Оппозицию тогда возглавлял нынешний премьер Армении Никол Пашинян. И власть легла, имея абсолютное подавляющее парламентское большинство в высшем законодательном органе власти Армении. Они фактически привели Пашиняна к власти, потому что понимали, что дальнейшего перспективы у республиканской партии Армении никаких нет. Собственно, поэтому Серж Сарксян и добровольно ушел в отставку. И в этом плане у армянского общества были большие надежды на Пашиняна, который заявил, что он будет строить демократическое общество, свободное от коррупции. Ну, собственно, весь тот набор используют оппозиционеры для того, чтобы очаровать народ и прийти к власти. Собственно, что и произошло. При этом Пашинян, не обладая государственным опытом и опытом политическим, системной политики, как главы государства, фактически сделал все за годы своего правления, небольшое время, два с половиной года, для того, чтобы война на Южном Кавказе стала реальностью. Армения буквально сама распахнула двери этой войне, провоцируя Азербайджан неоднократными и политически некорректными высказываниями, и прямыми оскорблениями, и прямыми военными провокациями. Мы видели, что именно при Пашиняне, который якобы демонстрировал себя как политик демократической волны, произошло ужесточение армянских доктринальных документов в области обороны и безопасности. Была объявлена в качестве доктрины Танаяна по имени прежнего министра обороны, который проиграл, кстати говоря, эту войну, и был отправлен в отставку, Давид Танаян, который заявил о праве Армении на нанесение превентивных ударов по ключевым объектам нефтяной, газовой, стратегической инфраструктуры Азербайджана для того, чтобы удерживать Баку от любых военных действий против Армении. Либо, когда Армения развязала бы какую-то военную провокацию, сдерживать Азербайджан угрозой того, что фактически будут совершены массовые ракетные удары. И мы помним, что провокация, которая случилась летом прошлого года, она как раз была первой такой пробой силы Армении в плане того, чтобы развязать военную провокацию, посмотреть на реакцию Азербайджана и при этом угрожать ударами по ключевым объектам нефтяной, газовой инфраструктуры. Собственно, в Армении удерживать оккупированные территории угрозой применения оружия массового поражения, прежде всего ракетного, по Азербайджану. И на этих лаврах армянское общество почивало, хотя представители Армении участвовали вот в этих всех переговорах под эгидой Минской группы. На самом деле это была чистая формальность. Ни о каких территориальных решениях вопросов ухода с оккупированных территорий Армения в принципе знать не хотела. И свидетельством этому являлось то, что и иностранные, и армянские компании вели добычу природных ископаемых и вели хозяйственную деятельность на территории оккупированных районов Азербайджана за пределами границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Армения построила массированные, не имеющие ингредиентов современной мировой истории сеть эшелонированных инженерных сооружений, прикрываясь которыми она надеялась в ближайшие несколько сот лет осваивать и оккупировать по-прежнему азербайджанские территории. Вот 44-дневная война, она обрушила основы армянского политического сознания. Шок. Вот что испытывает сегодня Армения от того, что все прежние идеологические и военные постулаты оказались разрушенными в ходе вот той войны, которую выиграл Азербайджан. Поэтому жесточайший политический кризис. Армянское общество, в принципе, не способно на честный и открытый анализ ситуации. Совершенно понятно, что Пашинян за два с половиной года не мог ни создать новую армию, ни развалить армию. Это армия, которую создавали предшествующие руководители Армении. Эта армия оказалась неуспешной в боевых действиях, потому что за последние 10 лет, если мы посмотрим 10 лет назад соотношение военных потенциалов, оно где-то было даже в пользу Армении. А за эти 10 лет Азербайджан совершил качественный скачок в уровне боевой подготовки, технической оснащенности своих вооруженных сил. Это была армия 21 века, а Армения по-прежнему осталась в 90-х годах прошлого века. И сегодня перед армянским обществом стоит вопрос, кто виноват и что делать. Но дать ответы на эти вопросы армянская оппозиция не может. Она пытается сместить Пашиняна для того, чтобы прийти к власти под флагом реванша и территориальных претензий к Азербайджану. Разумеется, это ставит под угрозу трехстороннего соглашения. Что бы и кто ни говорил, мы должны прекрасно понимать, что Пашинян волей или неволей. Но поскольку он участвовал в консультациях с Владимиром Путином, в том числе и в закрытом формате, которым предшествовало подписание трехстороннего заявления, Пашинян взял на себя определенные политические обязательства, прежде всего перед Кремлем. В этом плане для России Пашинян сегодня это фактор стабилизации, во-первых, ситуации в Армении, а во-вторых, гарантия выполнения тех соглашений, под которыми стоит подпись первого лица Армении. И в этом плане, безусловно, мы видели, что особенно в острую фазу политического кризиса заявления Кремля были абсолютно нейтральны. Ни Путин, ни другие видные российские политики, никто не поддержал оппонентов Пашиняна. И было сказано, что это внутреннее дело Армении, но такая нейтральная позиция Кремля, она де-факто означает поддержку Пашиняна, потому что если бы Пашинян не устраивал сегодня Москву, его бы давно уже смели, а он по-прежнему успешно выдерживает власть. Это абсолютно нейтральная позиция. Есть ли у сил реванша возможность прийти к власти? Вы знаете, разные есть сценарии. Прежде всего мы видим прямые физические угрозы, которые высказывают в том числе не только представители армянского политического эстеблишмента, отдельные представители, но и целый ряд высказываний со стороны представителей армянских диаспор. И в частности, со стороны видных представителей армянской диаспоры в России звучат прямые угрозы и подстрекательства к физической ликвидации Пашиняна. Это терроризм. И меня удивляет, честно говоря, почему до сих пор не армянские правоохранительные структуры и спецслужбы, генпрокуратура не обратилась к соответствующим российским структурам с требованием возбуждения уголовного дела по факту угроз, высказанных по адрес главы армянского государства. Кто и как бы не относился к Пашинян, кто и как бы его не клеймил, но должен быть легитимный руководитель Армении. Поэтому любые угрозы, физическое расправа, ликвидации, насилие над Пашиняном, над членами его семьи, это терроризм. И здесь, знаете, политика Страуса, который, спрятав голову в песок и ничего не видит, абсолютно недопустима ни для правоохранительных структур Армении, ни для правоохранительных структур России. Должна быть реакция. И реакция достаточно жесткая. Вплоть до ареста и экстрадиции в Армению тех представителей, собственно, диаспоры, которые призывают к открытой расправе над Пашиняном. Это недопустимо. Вне зависимости от того, как фамилия премьера, премьер-министра Армении. И в этом плане, безусловно, мы не можем исключать и какие-то практическую реализацию подобных призывов. Мы видим сегодня серьезное усиление охраны Пашиняна. Это абсолютно оправданно, поскольку это вышло должностное лицо Армении. Но сам расклад в обществе показывает, что армянский народ не хочет цветных революций. Против Пашиняна высказывается достаточно ограниченная группа политиков, за которыми стоят достаточно ограниченные общественно-политические силы. Сегодняшняя ситуация в Армении показывает, что большинство граждан не хочет потрясений. И в этом плане трехстороннее заявление дает, безусловно, очень мощный импульс именно для улучшения жизни Армении с точки зрения развития ее экономики. Для современного государства прежде всего экономика является основой успешной устойчивости, развития и процветания. В этом плане предложены инициативы, в том числе предусмотренные трехсторонним заявлением. Я полагаю, это важный фактор того, что Армения сможет развиваться и жизнь в этой стране будет налаживаться к лучшему. И вообще, в принципе, повышение благосостояния граждан Армении, на мой взгляд, это лучшая профилактика от идеи реванша и от идеи националистического и полуфашистского толка, в частности, от идеологии Горегина Нждей, известного нацистского преступника и коллаборанта. В этом плане самый важный сегодня, я считаю, такой вот стартовый проект, это проект Зангизурского транспортного коридора, благодаря которому резко активизируется возможность экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Это важнейший проект, который необходимо под контролем России, при деятельном участии Азербайджана и Армении, реализовывать, потому что это позволит на первом этапе разблокировать транспортные коммуникации, дать мощный импульс к экономическому развитию региона. Это выгодно будет и самой Армении, которая сможет получить прямой коридор для того, чтобы осуществлять экономические транспортные связи Армении и Российской Федерации. Это выгодно, конечно, и Ирану, это выгодно, безусловно, и Азербайджану. Поэтому я считаю, что вот этому первому стартовому проекту, Зенгизорскому транспортному коридору надо придать высший политический и экономический приоритет. Безусловно, здесь, я полагаю, Москва употребит все свое влияние политическое на Армению для того, чтобы этот проект как можно скорее начал реализовываться. По поводу других проектов мы можем говорить, что все-таки очень важен будет первый, самый главный именно проект. В зависимости от успеха либо неудачи которого будет зависеть очень многое дальнейшее развитие ход событий. Вот сегодня я обратил внимание на большое интервью, которое дал министр обороны России Сергей Шойгу, где он высказался за активное взаимодействие, развитие коммуникации, связи между Азербайджаном и Арменией. В этом плане всего тот сигнал, который руководитель российского военного ведомства посылает в Ереван, поскольку мы видим, что со стороны Азербайджана есть полная готовность к активному развитию и укреплению всего комплекса связей, который позволит вывести экономику региона из того состояния, в котором она сегодня находится. Вот поездка Ильхама Алиева по территории, которые были освобождены в ходе 44-дневной войны, его высказывание однозначно показывает, что Азербайджан не говорит и не выступает с позиции каких-либо угроз в адрес Армении. Азербайджан выступает за экономический прагматизм, за развитие отношений, за нормализацию контактов между Азербайджаном и Арменией. И вот наглядным проявлением этого является то, что подписан контракт между Газпромом и компанией Сакар, благодаря которому газ, который Россия в Армению в транспортировке этого газа на период где-то трех недель, когда прежний газопровод будет проходить модернизацию и ремонт, как раз именно через территорию Азербайджана пойдет российский газ в Армению. Безусловно, это прежде всего даже не экономическое, а политическое решение Баку, которое еще раз наглядно показывает, что Азербайджан выступает за нормализацию отношений, в основе которой экономические связи, развитие транспортных коридоров, добрососедство и сотрудничество. И это лишний раз, на мой взгляд, все-таки будет играть в пользу стабилизации ситуации в Армении и не позволит силам реванша взять вверх. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова